И снова всем привет! Речь пойдет про демпфер крутильных колебаний. Что это, для чего, как менять и как он работает. Поехали! Если в процессе работы машины возникли посторонние шумы, их отчетливо слышно при старте и останове двигателя, звенящий шум, скорее всего, отработал свой срок демпфер крутильных колебаний. Как это можно определить? В нижней части кожуха маховика есть смотровое окошко. Если на демпфере крутильных колебаний пружины от усталости начали разрушаться, то частицы разрушенных пружин оседают внизу кожуха маховика. Через смотровое окошко эти частицы, как правило, видны. Если есть такой шум и если обнаружили в смотровом окошке частицы пружин, необходимо менять демпфер крутильных колебаний. Для того, чтобы до него добраться, необходимо демонтировать все гидравлические насосы. О том, как демонтировать гидравлические насосы, вы можете увидеть в серии «Замена сальников гидронасосов». Ссылка на серию находится внизу. После того, как демонтировали все насосы, демонтируем гидравлическую обвязку, которая может нам помешать демонтировать редуктор. Откручиваем редуктор по периметру. Убеждаемся в том, что не пропустили ни одного болта. После того, как открутили весь редуктор, снимаем редуктор. Лучше воспользоваться грузоподъемным механизмом, он достаточно тяжелый. В начале всех работ не забываем слить масло с редуктора. Демонтировали редуктор. Здесь мы видим демпфер крутильных колебаний. Он чем-то напоминает диск сцепления. Демпфер крутильных колебаний прикручен к маховику. Здесь мы видим пружины. В каждой ячейке находятся по две пружины. Одна внутри другой. Здесь Андрюха как раз показывает, что если пружины уже разрушены, но мы не меняем демпфер, крутильные колебания начнут разрушать сам демпфер, сам корпус. Поэтому, если посторонние шумы появились, и мы понимаем, что причина здесь, демпфер все-таки необходимо менять. Важный момент. Когда меняем демпфер крутильных колебаний, когда мы демонтировали редуктор, обязательно стоит обратить внимание на сальник редуктора. Если есть хоть малейшее подозрение на то, что сальник вала редуктора отслужил свой ресурс, самое время его поменять. В противном случае придется выполнять всю ту же самую процедуру для замены сальника. Обращаем внимание на сальник вала. Если необходимо, сальник меняем. Уровень масла в редукторе проверяется щупом. При этом для того, чтобы проверить, щуп вкручивать в редуктор не нужно. Извлекли щуп, протерли его, вернули обратно в редуктор, извлекли, проверили уровень. Далее болты. Болты, которые фиксируют демпфер крутильных колебаний к маховику, зафиксированы анаэробным составом. Ну или в простонародье фиксатором резьбы. Не забываем об этом. Для того, чтобы выкрутить болты, их рекомендуется погреть. Я, честно говоря, при замене демпфера крутильных колебаний рекомендую менять эти болты на новые. Не забываем о том, что там установлены болты повышенной прочности, слабенькие и мягкие болты, и там не выдержат. После того, как заменили демпфер крутильных колебаний, собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем редуктор и возвращаем на место всю гидравлическую систему. И вы знаете, кому отправить это видео. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok